Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Живусь, мужу 5 лет, не могу бросить на себя деньги. На косметику, если беру косметику, то максимум на пару тысяч в год. Никогда не делаю ни ногти, ни броми, ничего из этого. Поброкнет вообще, только муж и ребенок добракал, всегда любил обаловать себя новой кофточкой. Муж уже порой говорит, ну, делай, хоть ногти сделай, я говорю, это дорого, на эти деньги столько продуктов сделать можно. Ты дура говорит, какая-то, с возрастом исполняла немного, дородов была, 45 килограмм, сейчас 57. Загрета, пока не получилась, выйти на работу, отказа, отказа, болела долго, среди, зарабатывала, когда бухгалтером работала, то немного тратила на себя, и как-то жизнь не радовалась. После брака радует только еда. Мой спокойный, мой запчасти, на машину взять, даже в долг, я не могу на себя деньги попросить, хотя домашнее сижу дома, смотрю за ребенком, готовлю, не гуляю, не куру, просто подарок для мужчин. На мой взгляд, проблема заключается в нескольких аспектах. Первый аспект, это то, что между вами и вашим мужем только гендерные отношения, нет отношений как двух личностей, соответственно, нет какого-то потенциала для развития, для роста и так далее, это первое. Второе, это заниженная самооценка и ваше состояние в зависимости, в зависимости, я бы так это, по крайней мере, назвал, то есть вы, по сути, находитесь в зависимости от мужчины, и в этой зависимости, совершенно очевидно, вы чувствуете стыд, потому что вы игнорируете свой выбор в этой зависимости, быть, это первое. И вы игнорируете, например, выбор мужчины находиться в таких же отношениях, то есть в отношениях, в которых человек вас, по сути дела, получается, обеспечивает, ну, обеспечивает, судя по тому, что мы можем видеть. Вот, таким образом, вам необходимо для себя увидеть вот эти, вот эти вещи, вам необходимо для себя увидеть вот эти, вот базовые вещи, о которых, о которых я сейчас сказал. И поработать с ними, поработать с наценкой, да, поработать с личными границами и так далее. Сейчас, на мой взгляд, вы ничего такого не делаете, из-за чего возникают, собственно говоря, вот эти вот проблемы, о которых вы пишете. Также, очень важным моментом является то, что вы не задаете вопрос, то есть, да, вы описываете, ну, скажем так, вы описываете ситуацию, да, вы описываете какую-то ситуацию, вот. Вот, но вы в этой ситуации мне задаете вопрос, что вы хотите изменить, что вы хотите поменять, не совсем понятно и не совсем очевидно, к большому моему сожалению. Поэтому, поэтому, давайте мы с вами для начала сформулируем вопрос, то есть, сформулируем то, чего же вы хотите, вот, и дальше уже, собственно, будем из этого исходить, вот. Если у вас, например, в наличии есть довольно такие, ну, скажем так, серьезные, обесценивающие тенденции, да, вот, с которыми мы можем, вот, ну, сталкиваться, то корректировать, в первую очередь, нужно именно их, как мне кажется. На мой взгляд, ваше поведение, в том числе, связано еще и с тем, как вы относитесь, ну, в целом, к браку. То есть, если вы считаете, что в браке женщина, там, допустим, ну, что-то должна, да, или чего-то не должна, например, вы считаете, что в браке женщина не должна, там, ну, грубо говоря, что-то себе позволять, да, не должна, там, как-то себя проявлять и так далее, вот, то это, конечно, является, ну, довольно серьезной проблемой, вот. Вот, и это уже ваши установки, которые, скорее всего, родом из детства, и, соответственно, корректировать, на мой взгляд, нужны, нужны их, то есть, работать. Работать именно с вашими установками, тем, как вы видите брак, отношения и так далее. Вот, то есть, корректировать нужны эти аспекты, эти моменты. Вот. Еще один важный момент заключается в том, что вы говорите о себе, как о подарке для мужчины. Так вот, на мой взгляд, ни один человек не является подарком для другого, потому что это обесценивание, это предмечивание человека. Вот, это обесценивание, это предмечивание человека, это сведение ценности человека к определенной материальной, только лишь, ценностям. Вот, что ни в коем образом, никак, ни о чем не оправданно. Вот, поэтому, говоря о себе, как о подарке для мужчины, вы себя обесцениваете. И, на мой взгляд, это такая же серьезная проблема, как проблемой является то, что вы, судя по всему, этого даже не замечаете. Вот. То есть, вы говорите о себе о том, что вы не курите, что вы не пьете, что вы не гуляете. Вот, вы видите ли это, как то, что вы, ну, как будто бы набиваете себе цену. Хотя, зачем, для чего вы набиваете себе цену, как будто бы пытаетесь оправдать для себя, ну, возможно, вот, в какой-то перспективе, да, там, покупку чего-то для себя. Только, обратите внимание, что, все равно вы этого не сделаете. То есть, как бы вы себя не пытались развиличивать, да, все равно вы этого не сделаете. Вот. Все равно вы не разрешите себе это, потому что вы себе этого не разрешаете. Человек либо разрешает себе что-то, либо не разрешает ничего. Вот вы себе ничего не разрешаете. Ну, и, все, как бы, и, соответственно, получается, вот, в данном случае, ну, то, что получается, вот, поэтому очень важно видеть, как вы выстраиваете, собственно говоря, отношения с своим мужем, да, на чем вы выстраиваете отношения с своим мужем. И в этом аспекте совершенно не случайно выглядит тот факт, что у вас нет друзей, потому что, ведь, чтобы были друзья, нужно, во-первых, себя ценить, а во-вторых, нужно, чтобы у вас были свои интересы. Вот. Вы спрашиваете, как выйти из ситуации, но давайте конкретизируем, какая это ситуация. Из какой ситуации вы хотите выйти, какую проблему вы хотите решить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго.